Теперь, значит, идем дальше. Так сказать, папа закончил. Вот, значит, у меня была дискуссия, я постепенно от нее отошел. Она в моем гостевой книге. Там кости трещат, там уже друг друга скоро уже доходит чуть ли не до оскорблений, потому что каждый считает, что он прав. Это касается промораживания семян и достигается ли этим результат. И как промораживать, и какой результат, и нужно ли вообще... Я вначале целую статью написал, потом подумал, не-е-е, меня прилетит с двух сторон. Это я уже проходил. Поэтому я просто взял и уничтожил собственное письмо, статью. Оставил только лишь, как бы, конво. Вот. Вот это все, что... Я даже не буду все это раскрывать полностью. Я одно хочу сказать. Я не зря обратаюсь к крымчанину. Я не зря ему высылаю все свое лучшее. Вот. То, чего ждал в Академию. И вот получается так. Значит, отвечаю на те доводы, что долго ждать семяное размножение. Да, долго ждать. Вот. Достаточно искалечить дерево, вот тебе урожай. И нас учат, 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 как переводить почки ростовые на почки плодовые. Для этого, сами знаете, берем секаторы. Вот. Самое страшное, что люди правы тем, что урожай получается. А потом целые районы без этих, без фруктов. Без тех же самых абрикосов. Вот. Тут же еще на одно отвечал. Не буду даже комментировать. Вот. Но тут получается так. Если я добился... Ну, видели фотографию, да. Они, правда, мои. Ирина Александровна подтвердила. Вот. Вот. И чего-то предельного. Ну, предельное уже для Сибири. Ну, еще до 120 может Сергей дожмет. Сергей Железов, да. У него еще будет время для этого. У меня уже нет. Так. А я бы хотел, чтобы вы самое главное поняли, почему у нас не получается у науки. Не получается у большинства садоводов. Дело в том, что, ну, жесткий климат, его можно преодолеть. Так. Я уже хотел про груши, но говорю в целом. Это очень важно. Чтобы преодолеть этот жесткий климат, нужно иметь самые маленькие подвои. Они несовместимы с привойными. Значит, с одного места подвои, с другого места привой. Минус 50, привил, мне минус 30 держит. Должно быть 40, а оно мне при минус 20 погибает. Да вообще, ну, даже не в рост не идет. Вот. Привил, привил, она мертвая. Вот. Значит, что получается? Этот путь, чтобы получить вот такие вот результаты. Видели 100-граммовые, да? Вот. Фотографии у меня сотни, это не просто так. Это я выбрал, как сказать, для понта, что ли. Вот. И получается, что вот эта работа, она особая работа. Так. Это касается привитых, непривитых. Жесткий вот этот вот, жесткий принцип существует. Сейчас то, что добились мы, сибирики, вернуть на юг, вот там, а даже из непривитых, из корнесопствующих можно получить культурные образцы. Вот то, что я вот это вот получил, да? Ну, это почти случайно. Вот это вот. Это вот Джорис, вот он. Диана, а можно взять телефон и звонить? Бери. Вот. Вот это вот получается противоречие. Да, несколько поколений, и тогда они до предела увеличиваются. Видите? Да, вот такие вот. Вот. Увеличиваются до предела. Даже Серафим. А, вот, я пропустил, хотел выделить акцент. Серафимович, ты Амур узнаешь? Он же в два раза крупнее. Как он таким стал? Сидем на несколько поколений, на подвое, которым он уже, галактическая совместимость. Значит, мы все хотим крупные сладкие плоды. Или то, что я вам предлагаю, потому что это уже результат, но результат оптимальный, я надеюсь, будет именно на юге, в Ростовской области. Ростовчанин выписал, надеюсь, не помню, после того разговора, Крымчанин выписал. А ему сразу питомник. Видели там слово питомник? Он мелочиться не будет. Вот это я хотел вам сказать. Теперь так, еще на что обратить внимание. Это уже, я противник радиации, химии. Это все, на мой взгляд, ужас. А мне тут вопрос задавали, как вы относитесь к тому, что ядроклетки можно, это, исправить или разрушить радиацию. Да ясно, как я отношусь. Вот. Как атомной бомбе, образно говоря. Даже не хочу развивать эту тему.